Без диалектики, как подчеркивал Ленин, невозможно устоять под натиском реакции и лжи. Поэтому мы все должны стать кружком любителей гегелевской диалектики. И опираясь на изучение истории, включая историю естествознания и техники, и историю общественного развития, материалистически истолковывать диалектику Гегеля и использовать ее как могучий метод в борьбе за общественный прогресс. Михаил Васильевич Попов Здравствуйте, товарищи! Начинаем очередное заседание кружка любителей гегелевской диалектики. И сегодня у нас тема суждения необходимости, к которому мы довольно долго шли, затрагивали уже так или иначе. Мы находимся сейчас в таком месте науки и логики, который является, я бы сказал, наименее понятным для нас и непривычным. Потому что это те предметы, которых мы никогда и нигде в других местах не затрагивали, не изучали никаким образом. И больше, так сказать, такого серьезного источника по этому поводу нет. Ну а Гегель, когда вот все это дело разбирает, вот он разбирает канты и показывает, у него постоянная путаница своего предшественника. Эти ошибки, в том числе и логические, такие утверждения, которые не подтверждаются ничем. Отсюда всякого рода априорная истина. Что такое априорная? То есть я заранее уже знаю, ничего не изучив, не подумав, а уже априорный владею какой-то истиной. Вот, так что давайте это учтем, что если кто-то чувствует, что здесь непросто, то это он на самом деле находится в таком месте, где непросто. Ну и поэтому существует борьба с такими проблемами, как трудное понимание способы борьбы, о которых еще Ленин говорит, что я, говорит, читаю Библию, штудирую. А что значит штудирую? Раз прочитал, вернулся, еще раз подумал, еще прочитал, через некоторое время почитал. То есть надо с материалом освоиться и очень полезно пройти вперед, в то же время вернуться назад и снова начать. Ну вот, например, у нас сейчас тема суждения необходимости, а следующая тема будет суждение понятия. Ну, поскольку она у нас вроде не по теме сейчас, то может быть кто-нибудь из тех, кто сейчас впервые читает, это не читал. Но там, например, говорится о том, как связаны все эти суждения и ранжир, соответствующий. В самом начале, вот, если вы откроете на 79-й странице, Д, суждение понятия, то вы увидите там, что умение высказывать суждение на личного бытия, роза красна, снег бел и так далее, вряд ли будет кем-нибудь считаться обнаружением большой силы суждения. То есть это все правильно, но никакого тут, так сказать, великого дела нет. Суждение рефлексии. Суть больше предложения, чем суждение. То есть тут предложение, потому что о чем-то вот и что-то утверждается, и все. Суждение необходимости, предмет, правда, выступает в своей объективной всеобщности. Вот это уже другое дело. Это не просто предложение, а предмет выступает не как вот предмет, о котором что-то говорят, в объективной всеобщности. Отсюда и вот название прошлого занятия род, потому что это, так сказать, предмет какого-то рода, представляет собой какой-то вид. Вид не отличается от рода, потому что весь род состоит из видов. Правильно? И никаких таких представителей рода, которые не принадлежали ни к какому-нибудь виду, нет. Да еще и вид обычно исчерпывается. Это вот может быть род попугаев, например. Род попугаев есть? Есть. А есть род без попугаев? Нет. А если их 25 видов, значит, вот они исчерпывают этот род. И в этом смысле как соотносится один вид и другой? Ну, один есть особенный по отношению к этому всеобщему, и другой вид особенный. Но если вы взяли какой-то вид попугая и взяли какого-то конкретного попугая этого вида, это уже второе отрицание. Первое отрицание, когда вы совершаете, то вы берете не род весь, а вид. То есть на самом деле все это нам напоминает то, что мы с вами немало изучали, всеобщее, особенное и единичное. Всеобщее – это что? Всеобщее, всеобщее. Оно представлено и в особенном. А особенное – это первое отрицание. То есть это определенное всеобщее. Не какое-то всеобщее, а определенное всеобщее. Там человек, может быть, мужчина. Ну, так-то мужчин-то очень много. Это тем самым вы ни на какого конкретного мужчину не указали, но указали на особенность. Ну, а дальше, если вы укажете еще раз, возьмете отрицание, то есть определенного будете мужчину искать, так если второе отрицание – это что? Это возвращение к тому, с чего вы начали, возвращение к всеобщему. Поэтому всеобщее существует, и как всеобщее абстрактное, и как всеобщее особенное, и как всеобщее единичное. А не так, что вот это вот единичное, это вот особенное, вот здесь вот всеобщее, такого нет. Можно сказать, что ничего нет, кроме всеобщего. Особенно в суждениях. В суждениях вообще не запоминает ничего, что не повторяется. Правильно? То есть только тогда в языке что-то сохраняется, и в понятиях. Тогда, когда оно повторяется миллионы, а то и миллиарды раз. Вот. Поэтому, ну допустим, возьмем мы китайский иероглиф. Этот иероглиф все равно означает не только, что это одну вещь. Это и одной вещи, может быть, то и нет, в роли которой он возникал. Или вторую, которую завтра произведут. Вот, или какой-то предмет, которого уникальный, которого нет. То есть он означает, вот, с одной стороны, иероглиф, конечно, всеобщий. И этот иероглиф означает все предметы такого-то. И хотя эта вот запись для нас нетрадиционная и непривычная, но для нас, ну, слово мы написали. Иванов. Так у нас Ивановых очень много. Не можете вы сказать о себе поподробнее? Пожалуйста, Иван Иванович. Так что, в этом далеко мы не ушли. У нас Ивановых, Иван Ивановичей тоже достаточно много. И даже такие заковыристые, фамилии, имена и те тоже. Отнюдь не... Ну, хотя бы, если у него есть дети, то они переходят к детям. А это и дальше распространяется. Так что, смотрите, суждение наличного мысля, роза, красна, снег, бел, и так далее, вряд ли будет кем-нибудь считаться обнаружением большой силы суждения. Суждение рефлексии, которое вот мы изучили с вами, суть больше предложения, чем суждение. Вот высказывается, как это мысли все. Суждение необходимости, которое является предметом нашего рассмотрения. Предмет, правда, выступает в своей объективной всеобщности. Вот мы до этого дошли, и вот когда мы говорим о родах и видах, и началось это еще... Речь об этом пошла в учении о суждении рефлексии и продолжается в суждении необходимости о роде и виде. В суждении необходимости предмет, правда, выступает в своей объективной всеобщности, однако, лишь в суждении, которое нам теперь предстоит рассмотреть, имеется соотношение предмета с понятием. А вот вы понимаете, куда мы подошли? Соотношение предмета с понятием. Какой категории? А? Истинно. Истинно, да. Соотношение предмета с понятием или понятие с предметом. В этом суждении понятие положено в основании, и так как оно находится в соотношении с предметом, то оно положено в основании, как некоторые донослования. И мы вот, так сказать, на этом забежали вперед, и теперь больше забегать не будем, потому что у нас все-таки сегодня предметом рассмотрения является суждение необходимости. То есть вот возвращаемся к нему, к суждению необходимости, а перед ним, перед ним как раз говорится то, что мы с вами рассматривали, поэтому мы окружили тот объект, который нам нужно понять со всех сторон, и со стороны дальнейшего и со стороны предыдущего, со стороны предыдущего говорится, поскольку это тождество снова расщепляется в некоторые суждения, субъекты, предикат соотносятся друг с другом через внутреннюю природу. Это соотношение необходимости. То есть, посмотрите, до того, как буква С появилась, суждение необходимости, уже разговор про необходимость пошел. Ну, потому что разговор, когда мы до нее дошли, до необходимости, потом ее рассматривают в специальном месте. соотношение необходимости, в котором указаны определения суждения, суть лишь несущественные различия. То, что присуще всем единичным вещам какого-нибудь рода, в силу их природы, присуще и роду. Поэтому род никак не изолируется от тех вещей, которые составляет этот род. Причем, он не просто не изолируется, а в силу их природы самих вещей. Если это вещи какого-то рода, если это грузуны, так они и есть грузуны. И ни от каких их грузунов они не изолируются. И от рода они не изолируются. А тем не менее грузунов много. И мыши, и крысы, и самые разные грузуны, которых мы знаем еще. Вот непосредственный вывод и выражение того, что получилось раньше. А именно того, что субъект, например, все люди, совлекает в себя свое формальное определение, и вместо все люди следует сказать человека. Здорово. То есть мы это, конечно, слово человека знаем давно и можем так, и говорим человек. Какого человека вы имеете в виду? Имеется в виду род человек, род людской. Это в себе и для себя сущая взаимосвязь составляет основу нового осуждения, осуждения необходимости. То есть когда речь идет о осуждении необходимости, то здесь такое соотношение как соотношение рода и видов этого рода. И вот что мы наблюдаем, какие есть виды суждений тут разбираем. Категорическое суждение, гипотетическое осуждение, разделительное осуждение. И зачем мы так все это разделяем, чтобы легче было понимать. Начинаем мы с того, что такое категорическое осуждение. И нас Гегель тут же возвращает к тому, что мы в общем-то уже и разбирали соотношение рода и видов. Суждение это объективное всеобщность теперь положено. Тем самым она дана, это второй абзац после буквы С суждения необходимости. Она дана, во-первых, с этой ее существенной определенностью, как имманентной ей. Имманентной это внутренний присущий. И во-вторых, с этой же определенностью, как отличной от нее, в качестве особенностей. То есть все предметы, которые составляют род, все виды, они во-первых, отвечают тому, чем определяется род, и в то же время имеет какую-то особенность. А что такое особенность? Это отрицание. некоторая субстенциальная основа, которая составляет указанная всеобщность. Еще раз пощаркивает Гегель возвращает нас, это не просто, но вот особенные и разошлись все особенные. Это особенные, но такая особенность, субстенциальная основа, которая составляет указанная всеобщность. То есть эта особенность позируется на всеобщем, а не на том, что представляет что-то другое. Поэтому, если это люди, так они, каждый из них есть человек. Можно сказать, каждый есть человек, это и есть всеобщность. Вот вы человек, Вячеслав Михайлович, у вас нет сомнений? И у нас тогда нет сомнений. Но если бы вы засомневались, мы подумали бы тогда. Так, вот посмотрите, категорическое суждение. И вообще вот эта терминология, посмотрите, она нигде в заголовках не присутствует насчет рода и видов, а терминология сугубо материалистическая. Роды. Роды – это роды, порождения. То есть это вот, вот мы-то здесь рассматриваем, как мы договорились с вами, материалистически изучать понятия. Сначала у нас там жизнь была и род там был. И это рассмотрение этих вот категорий тоже представляет собой вполне материалистическое рассмотрение. А до этого, как стоит у Гегеля, там все эти куски очень хорошие, но они стоят рановато, так сказать, как можно говорить о понятии до человека. А он же довел все-таки, там уже есть жизнь и человек. И вот человек как раз обладает чем? Понятиями. А они проявляются в суждениях. А суждения потом могут быть связаны с постановкой цели или постановкой цели с суждением. А человек, который реализует какие-то цели, он осуществляет тождество того, что он задумал, понятия и того, что получилось. А это уже более высокая истина. Только есть истина, которая состоит в том, чтобы верно отразить действительность. А есть истина, которая связана с преобразованием. И у того же Гегеля мы видим, читаем, что вот лук почтеннее, чем то зерно, которое с помощью него добыто. Потому что зерно, так сказать, столь же будет использовано, потреблено, а лук продолжает давать в руках, естественно, работников все новые и новые зерна. То есть он вообще доходит до техники, до производства. Ну, понятно, это не как Карл Маркс. Но, по крайней мере, Карл Марксу было за что тут заспиться и продолжить эту линию, эту линию. Но эту линию нужно было увидеть. То есть вот это вот материалистическое в геолектической книге есть. Так, род разделяется или существенным образом расталкивает себя. Распадается на вилле. Что значит, вот такое слово распадается, скажем, все, распался он. Нету рода. На самом деле, когда он, когда мы говорим, род распадается на виду, так мы же сказали, род распадается на виду. Так вы посмотрите все суждение целиком. Значит, когда он распадается, он не распадается. А он разделяется на эти виды. То есть оставаясь соединенным в этот самый род. Правильно? От того, что мы с вами скажем, скажем, что каждый из нас есть какой-то конкретный человек, от этого еще никак не получается, что нельзя сказать, что каждый есть человек. То есть каждый человек, он, так сказать, как бы какую-то особенность человека демонстрирует и все. А вот, так сказать, человек, это кто составляет его существо. Есть тут люди, которые не человеки? Нету. Никто, ни руку не понял, не встал, не ушел. Так. Рот разделяется или существенным образом расталкивает себя, распадается на виды. Он есть рот лишь постольку, поскольку он объемлет собой виды. Потому что все виды входят в этот рот. Вот что значит, все объемляют, исчерпывающие должно быть. Вид есть вид лишь постольку, поскольку он, с одной стороны, существует в единичных вещах, а с другой, поскольку он вроде представляет собой некоторую более высокую всеобщность. Рот более высокой всеобщности. И у Маркса вы можете найти такое высказанное, что интересы их вида выше интересов индивида. Самое такое сильное выражение этого – это всякого рода войны. Когда вот люди воюют, наша взяла. Это что значит, наша взяла? То есть наша-то взяла, меня вот убили. Но наша взяла, потому что… А если не будет, так сказать, соответствующей борьбы военной, то, как говорится, вот всех тогда точно могут поубивать. Например, мы совершенно ясно осознавали, что ждет, так сказать, население России в случае проигрыша в войне. То есть так мы имеем страшные потери – 27 миллионов. Но так бы мы потеряли, так сказать, страну, а население было бы практически… Русских, наверное, преследовали бы, как носители религиозной идеи, так, чтобы вырезали бы насквозь. Ну, как вот поступили американцы с индейцами? Там отдельные представители есть. Есть люди, которые, да, вот они индейцы американские. Раз, два, три и так далее. Ну, а кто там хозяйничает, кто там живет, кто там господин? Господин – тот, кто их сначала эксплуатировал, причем как рабов при капитализме, при помощи самой крупной, самой передовой страны капиталистического мира, при помощи Англии, которая, между прочим, обеспечивала, так сказать, снабжение североамериканских штатов именно рабами. Их товары везли в Африку, в Африке продавали или обменивали на рабов у вождей племен, этих самых рабов. Сажали на баржи, везли, многие задохнулись при этом путешествии и везли их в Америку. И там вот, так сказать, учиняли рабовладельческое общество, те люди, которые представляли собой, можно сказать, передовую буржуазию. Поэтому мы можем понять, что означает, что может делать – это передовая буржуазия. Вы же тоже не скажете, что буржуазия немецкая, она не передовая, не грамотная. Почему? Там высокая культура, прекрасные писатели, ученые. И представители этого рода или вида культуры, поскольку они заняли определенную политическую позицию классовую, они оказались хуже каких-то их зверей. Вот эти вещи, о которых сейчас пишет Гегель, они вполне материалистичны, тут ничего такого идеалистического нет. Это точная характеристика в соотношении рода и вида. Если это виды, так они все вместе, эти виды составляют род. Причем эти, если вдруг появляется новый вид этого рода, ну, значит, будет соответствующее изменение. Не появляется, значит, будет. А вот индивиды, уж точно, индивиды всегда этого вида. Есть индивиды другого вида, есть индивиды третьего вида. Но они все вместе входят в род. И вот в индивиде еще и подчеркивается то, что они относятся к роду, потому что все они составляют не просто вид, а род. Причем исчерпывающие их суждения. И вот категорическое суждение имеет такого рода всеобщность своим предикатом. Вот, собственно, о чем идет речь, когда говорят о категорическом суждении. И вот он примеры приводит. Гегель на странице 73. Что тут необходимо? Прямо нам говорит, подсказывает, необходимо и делает это курсивом. Вот у нас товарищи пишут статьи, очень редко употребляют это. И Ленин употреблял, и Марк употреблял, и Энгельс, и Гегель употреблял. Но что тут необходимо с курсивом? Это субстанциальное тождество субъекта и предиката. Субстанциальное тождество. Не то, что они, так сказать, одно и то же. Мы знаем, что тождество – это тождество различного, так что тут нас не удивишь ничем. Но тут тождество имеется в виду субстанциальное, у них общая сущность. А тождество, собственно говоря, и находится в учении о сущности, понятие тождества. Что тут необходимо, это субстанциальное тождество субъекта и предиката. И он берет вот такие суждения, которые претендуют на категорическое. Роза красна – это категорическое суждение. Ну, даже нехорошо это дело, говорить, что оно категорическое, потому что красна, может быть, бела, а может быть, она розового цвета и так далее. Тут ничего субстанциального нету в этом. Это цвет лепестков, больше ничего. А вот роза есть растение, ну, это да, совсем другое дело. Роза есть растение – это субстанциальное тождество. Тогда эта роза, будучи розой, она уже теперь в единстве субстанциальным, то есть существенным, со всеми другими растениями. И в противоположении находится с животными. Хотя мы знаем, что есть такие случаи, когда некоторые растения ловят животных и поедают. Вот большие такие растения и красивые, в виде таких кувшинов, куда-ли завязают мухи и другие, так сказать, какие-то насекомые. Они там прилипают и потом закрывают этот кувшинчик, и потом растворяется это, то, что залетело. Ну и развивается это растение. То есть это, так сказать, то, что растение превращает более высокое в себя. То есть делает растительным элементы своего бытия. Вот, но таких растений такого рода, например, в Венградской области полно на болотах. Имеется такая растянка. Вот сантиметр, сантиметр-полтора такие листики. На них такая капелька росы. Ну вот муха туда садится или комар. Но это не капелька росы. Она выглядит как капелька росы. Это капелька клея. Она приклеилась. После этого так. Эта самая рука. Если бы это было в большом размере, это страшная была бы. Фильм, может быть, страшный. Ужас выпадает. Вот она так тихонечко закрывается. Потом открывается. Тоже так же долго открывается. Может быть, день будет открываться. И нету того, что было фокуса. То есть растение, будучи чем-то другим совсем, оно используется как пищу. Но растения и животные в субстанциальном творчестве не находятся. Потом мы знаем, что растения, большинство, используют дневной свет, солнечный свет для того, чтобы выращивать в хлорофилловых зернах белок. А у всех животных такой недостаток, что они этим свойством не обладают. Им нужно потреблять белок уже более низкого уровня, чтобы строить свой белок. Из животного белка и растительного белка. Ну а грибы что такое? Ну это вот так, граница между животными и растениями. То есть, с одной стороны, они не могут, нет никаких хлорофилловых зерен. И как вы знаете, жампиньоны где выращивают? Ну, под землей, там в темноте. Температуру обеспечивают, там опилки. И раз, два, и вот они грибы продают. И тут деньги пошли. И не надо никаких, ни берез, ни сосен. Понятно, что ни белые грибы так не живут, ни другие благородные грибы. А с импиньоны эти, пожалуйста, во все. Вот, поэтому здесь очень важно, что говорится. Что тут необходимо? Это субстанциальная торжество субъекта и предиката. Вот если есть такое торжество, субстанциальная, то есть сущностная. Субстанция, это ведь откуда категория взята? Где она находится? Субстанция находится в учении о сущности после действительности. Есть субстанция, а ей соответствует на поверхности что? Товарищи, члены кружка, изучавшие учения о сущности. Какая вторая категория соответствует субстанции? Так, товарищ Назаров. Субстанция. Вот, спасибо, товарищ Назаров. Отлично. Всем остальным хорошо. Хорошо. Было всего две оценки. Хорошо и отлично. Один человек получил отлично, остальные хорошо. В данном случае тогда оценка «хорошо» будет отрицанием оценки «отлично». Так. Ну вот, он прямо предлагает на выбор. Роза красна и роза есть растение. Ну что вы скажете, что является осуждением необходимости? Конечно, роза по необходимости есть растение. Что бывает, роза не растение? Не бывает. Тут даже и думать нечего. Или это кольцо желтое. Да кольцо можно покрасить сейчас, так сказать, из чего угодно сделают и во что угодно покрасить. Правильно? Поэтому никакой субстанциальности даже рядом нет. А вот оно и золото, ну, это золотое кольцо. И тогда ясно, что золотое кольцо отличается от других. В том числе и по той простой причине, что золото, оно, ну, инертно, от него не будет никаких там болячек от того, что у него какая-то окалена и еще что-нибудь подобное. Благородный металл. Вот. И такое внешнее свойство, как цвет цветка, признается предикатом, разназначенным с растительной природой цветка. То есть, так скептически Гегель к этому относится, насчет того, чтобы считать категорическим суждением такое утверждение, что роза красна. Ну, вот красная девица, может быть, тогда можно было уже считать. А вот роза красна нет. Поэтому категорическое суждение должно быть определенно различено от положительного и отрицательного суждения. И в последних, то, что высказывается в субъекте, есть некое единичное, случайное содержание. В первом же оно есть тотальность рефлектированной в себе формы. Тотальность, это мы знаем, целостность, total, целое. В нем связка имеет, поэтому, значение необходимости. В них же значение лишь абстрактного, непосредственного бытия. И вот так все в науке логики. И только мы порадовались, что мы разобрались с положительным, с отрицательным. Ну, а когда мы идем вперед, то уже по поводу этого положительного и отрицательного, такие суждения, что это слишком низкий уровень, надо дальше идти. Вперед. Дальше. Объективно всеобщее, самый низ, страница 73. Определяя себя, то есть помещая себя в суждение, находится по существу в тождественном соотношении с этой вытолкнутой из него определенностью, как таковой. То есть она должна быть существенным образом положена не как просто случайное. Категорическое суждение, лишь через эту необходимость, его непосредственного бытия, впервые делается соответственным своей объективной всеобщности. Таким образом, оно перешло в гипотетическое суждение. Но оно не ушло из суждения необходимости, а просто в категорическое суждение, перешло в гипотетическое, соответствует своей диктейной всеобщности. Я думаю, все, наверное, помнят, такие раньше надписи на газонах было, категорически запрещено ходить. А что значит категорически запрещено? Пока не написано штраф 5 рублей, это не категорически. Вот когда штраф 5 рублей написано, это категорически. 5 рублей штраф, а 5 копеек это проезд на автобусе и на метро. Конечно, это существенно. Категорически людям, как к греческим людям от нас, к гречесным перевесам еще есть. Да. Выговорят по своей категории, люди или не люди. Ну вот, категорически. Если вы не люди, давайте деньги. Мы с людей не берем деньги, а вот с этих берем. А при капитализме наоборот, с людей берут деньги, не люди. Так, гипотетическое суждение. Ну тут ничего такого сложного нет, если есть А, то есть Б. Вот вам гипотетическое суждение. Если пришел членер, значит будут записывать. Что тут непонятного? Просто и понятно, и спорить просто не с чем. Если есть одно из них, то есть и другое. В качестве сущей положено лишь взаимосвязь крайних членов, а не они сами. А тут свиш, он намекает на то, что тюленев просто так не приходит. Он приходит, если кружок на самом деле будет. А так просто по городу шататься, и кто-то будет думать, что если вот появился тюленев, то будет записывать. Это глубоко ошибается. Что он находится на самом деле во внутренней категорической связи с кружком в данном случае. И снова нам он как бы облегчает жизнь, возвращаясь к тому, что раньше было. В гипотетическом суждении бытие конечных вещей положено понятием, согласно их формальной истине. А именно, положено, что конечное есть свое собственное бытие. Но в такой же мере и не собственное, а бытие некоторого другого. В сфере бытия конечное изменяется. Оно становится некоторым другим. В сфере сущности оно есть явление. Причем положено, что его бытие состоит в том, что в нем светится некоторое другое. И что необходимость есть внутреннее, еще не положенное, как таковое, соотношение. Понятие же состоит в том, что это творчество положено. И что сущие есть не абстрактное творчество с собой, а конкретное творчество. И непосредственно в себе самом бытие некоторого другого. Вот то, что я прочитал, это содержание науки логики всех траптомов. Так? Ну, краткое содержание. Скажем, можно взять вот это и вынести на приездание куда-нибудь на бложку. И все. Вот и, собственно, все тут такого страшного. Ну, какие-то детали мы не поймем, а главное, это схвачено. То есть, Гегель все-таки, сначала кажется, что это страшно тяжело. Страшно очень, такая тяжелая книга. Ну, дело в том, что материал такой сложный. А Гегель все делал для того, чтобы как-то жизнь облегчить читателям. И даже вот все время он напоминает, сравнивает с предыдущим. И здесь показывает, как это делается. Гипотетическое суждение, это, значит, последний абзац на 74-й странице, можно посредством применения рефлективных отношений брать более определенно, как отношение основания и следствие условия обусловленного, причинности и так далее. И указывает с тем, что мы до этого уже знали и освоили. То, что поистине положено в этом суждении, это конец этого разделчика перед разделительным суждением. Это всеобщность как конкретное торжество понятия, определение которого не имеет самостоятельного устойчивого наличия, а суть лишь положенной в ней, в особенности. Что значит положенной? Положенной в том, что в отрицании находят. А это вот телефон ваш, Вячеслав Михайлович, или это просто положено? Я положил. Вы положили. Но если вы положили, то другой же может положить. Но прежде чем положить, можно и взять же. Согласитесь. То есть положено, раз вы положили рядом с собой, кажется, что положено, это утверждение. Я положил. Но раз я положил, вы сами его отложили от себя. Теперь он может быть взят другим. Вот у меня в кармане мой телефон, он не положен. Здесь, думаю, не возьмут. Ну, в некоторых компаниях так и бывает, в незнакомых сидят, человек пришли, немножко закусили, выпили, потом посмотрели, телефон, а нет, кошелька нет. Но кошелек не был положен, а телефон был прям положен. Так. Ну, а дальше опять понятное. То есть я в чем вижу свою миссию, как руководителя крышка, объяснить, что все очень просто и понятно написано. Хотя мне все равно не верят люди. Значит, разделительное суждение. Ну, что тут непонятно. В категорическом, опять повторяет Гегель, в категорическом суждении, в планете выступает как объективная всеобщность. И некоторые – внешнюю единичность. То есть берется какая-то всеобщность, глубинная, и некоторые – внешняя единичность. В категорическом суждении. То есть повторяет то, что мы уже прошли. В гипотетическом суждении, а вот он начал разделительное суждение, а сначала берет категорическое, гипотетическое, и только потом переходит. То есть он каждый раз берет и то, что было перед этим. В гипотетическом суждении на фоне этой внешности понятие выявляется в своем отрицательном тождестве. А разделительное суждение дальше «Есть поэтому объективная всеобщность, положенная вместе с тем в соединении с формой. Оно содержит в себе, следовательно, во-первых, конкретную всеобщность или род в простой форме». Опять род вышел. Вот нигде в заголовках у него рода нет. Род – вообще категория глубоко материалистическая, конечно. Она связана с порождением. Ну и с жизнью. У него даже и процесс рода есть. У Гегеля, вспомните? Ну поскольку вот как мы с вами договорились изучать и перешли на другой план, ну у нас там это впереди было. Процесс рода. Так что мы знаем, что такое род. Вполне. Он относится. У нас есть раздел. Мы разделы объективности не писали. Мы его взяли у Гегеля и поставили просто раньше с объективностью. Вот и все. Ну а где должна стоять объективность? Ну у идеалистов она должна стоять. Ну не было бы Гегеля. Идеалистам, если он взял, он поставил наоборот. Он поставил бы ее, эту часть до объективного. Ну а мы поставили объективность вперед. Ничего там особенного менять не надо. Книгу мы не можем менять. Книга, она, под ней есть некий документ. Исторический, научный. А изучать мы можем в том порядке, который соответствует тому, каков у нас взгляд на мир, какое у нас мировоззрение. Материалистические. Материалисты могут изучать идеалистические произведения? Могут. А идеалистам зато разрешается изучать материалистические произведения. И сказать все, что написал Маркс в «Капитале», это у него из головы вышло. Поэтому это субъективный идеализм. Логично? Он же опирался на Кинена, на других, на Адама Смита, Сейс Монди. А те тоже были люди. Из многих голов это вышло. Но все равно идеализм. И так далее. Ну и вы помните высказывание Ленина в книге «О значении военности». Не факт, что в этой работе. по-моему, в конспекте науки и логики. Что умный идеалист лучше глупого материалиста. Ну вот, то есть умного идеалиста можно научиться тому, что может использовать умный материалист. Ну если глупый материалист, то ему хоть материальное давай, хоть идеальное, ничего не поделаешь. Разделительное суждение. Вот он доходит наконец до него, хотя он начинает с предыдущего. Есть поэтому объективная всеобщность, положенная вместе с тем в соединении с формой. Оно содержит в себе, следовательно, по-первых, конкретную всеобщность или род простой формы, как субъект. Во-вторых, содержит в себе тоже всеобщность, но как тотальность ее различенных определений. А есть или Б, или С. То есть никуда тут уже не денешься. Есть А или Б, или С. Здесь исчерпывается, чем является А. Ну и ничего другого третьего тут нету. Или Б, или С. Это необходимость понятия. Необходимость понятия выделена курсивом, в которой, во-первых, выделена курсивом. Тождественность обоих крайних членов представляет собой одни и те же объемы, содержание и всеобщность. Ну, потом, это все А. А или Б, или С, так это А. Раз А, так вот вам и торжественность и Б и С. Ну, а торжественность вас не удивит, что торжественность и торжественность различного? Не удивит, правда? Так. Во-вторых, они различаются по форме, определении, понятия. но так, что в силу этого тождества она выступает только как голая форма. Дальше, ниже, опять. В-третьих, торжественная объективная всеобщность в качестве рефлексированной себя в противоположной несущественной форме выступает поэтому как содержание. Всеобщность выступает как содержание. Вот это А. «Которая однако обладает в себе самому определенностью формы в одном отношении как простой определенностью рода». И опять род. Вроде бы здесь никаких заголовков никакого рода нет. А посмотрите, мы раньше с предыдущим учения рефлексии и здесь в понятии суждения необходимости мы все время встречаем этот самый род. В одном отношении как простой определенностью рода, в другом отношении как той же определенностью развитой в ее различии. То есть это тот же род, но взятый как вид. Род – это же вид, но не единственный вид. Любой вид это тоже род. Потому что род – это всеобщее, а вид – это уже особенный. Вот. В другом отношении как той же определенностью развитой в ее различии. Взятая как эта последняя особенность видов. Их тотальность и общность рода. Тотальность. То есть целостность. Целостность обеспечивается видами. Род состоит из видов. Вот это все целое. Нельзя изъять виды, чтобы остался род. А если род пропадет, то и видов не будет. То есть это все одно. Целостность. Тотал целое. Вы за тоталитаризм или против тоталитаризма? Я за тоталитаризм. То есть вы хотите, чтобы было бесплатное образование у всех. Но это ужасно просто. Тогда вот эти все придут и будут ловить нас на каких-нибудь глупостях. А так есть безграмотные люди как бы сказать вы ничего не понимаете вас не хватает образования. Поэтому это страшный тоталитаризм. Всеобщее образование. А все общая медицина вообще некуда деньги потратить. все бесплатно. Были же люди, которые жили и сужили и ни копейки не потратили на медицину. Вот я имею ввиду себя. И на образование общился я беспрерывно 18 лет. 11 лет в ВУЗе. Ой, простите, в школе. Потом 5 лет в ВУЗе. 11 плюс 5 сколько? 16. И 3 года в аспирантуре. 16 плюс 3. 19 лет бесплатно меня обучало государство. Какое? Рабочего класса. Некоторые люди, которые тоже в это время получили образование, пытаются свое образование использовать это, чтобы вытаскивать денег из тех, кто обеспечил им это образование, из трудящихся. Так, тотальность, короче говоря, особенность в ее развитии образует предикат, так как она есть постольку более всеобщее, поскольку она содержит в себе не только всю всеобщую сферу субъекта, но и ее расчленение на особенности ее обособления. При ближайшем рассмотрении этого обособления мы убеждаемся, во-первых, что род образует собой субстанциальную всеобщность видов, поэтому субъект есть как Б, так и С. Люди это и мужчины и женщины, и никуда тут не денешься от этого. А если не будет мужчин и женщин, хотя сейчас есть некая мода, где сказать, давайте будем семьи образовывать из мужчин или женщин, или мужчин с собакой, женщин с кошкой и так далее. У Энгельса однозначно этот вопрос решен в работе происхождения семьи, частной собственности и государства. Нет, он очень просто решил вопрос. Я, говорит, буду говорить о половой любви, а если вы там к чему-то другому у вас любовь, как там, ну есть же там любовь к собаке, любовь к кошке, любовь к чему угодно, может быть, к апельсинам, мало ли какие могут быть виды любви. Люблю я это дело, какое, вот это. Ну, и для этого семья, может быть, бутылка и я, и вот и семья. Я не понимаю, если уж пошли расширять, так вот дальше, потому что Энгельс вот ограничил это вот, есть половая любовь, которая связана с воспроизводством человеческого рода, рода, а все, что не связано с воспроизводством человеческого рода. Вы можете слово любовь говорить, но не надо играть в то, что вы семьи будете образовывать. С тобой редко сделайте семью, пожалуйста, но регистрировать государство не будет. Наше пока еще не регистрирует, но в других государствах уже регистрируют такие вещи. У нас два артиста нашлись, которые поехали в Швецию, там зарегистрировали брак двух молодых людей и приехали в МФЦ, сдали им, поставили там в паспорте, поскольку он зарегистрировал там. Но это дело дошло до более высоких инстанций, все это дело испортили, всю эту славную семью разрушили звери. Неизвестно, тоталитаризм, следы или плоды тоталитаризма ужасные. Так, если бы род был некоторой абстрактной всеобщностью, как в суждениях наличного бытия, то видость тоже следовало бы брать только как разные и безразличные друг к другу. Но он есть не такая внешняя всеобщность, возникающая лишь через сравнивание и отбрасывание, а их имманентная и конкретная всеобщность. Что такое имманентная? Внутреннее присущее. А если либо Б, либо С, либо Д и так далее, потому что Б, С, Д и так далее были преднайдены. Тут нельзя собственно говоря высказывать никакого или-или, ибо такие виды образуют собой лишь как бы субъективную полноту. Один вид правда исключает другой, но или-или исключает всякий дальнейший вид и замыкает в себе некоторую тотальную сферу. Тотальную сферу. Вот все, все виды есть попугаев, вот и все. Если появится новый вид попугаев, ну тогда сфера будет другая, целого. А род попугаев будет вот таким. Эта тотальность имеет свою необходимость в отрицательном единстве адектина всеобщего. А почему отрицательное единство? Потому что если этот вид так, он отрицает другой вид, понятное дело. Тут никак по-другому не может быть. Вот так называемые контрарные, контрадикторные понятия должны были бы собственно говоря найти себе место именно здесь. Виды контрарные, поскольку они лишь разные, а именно имеют некоторые в себе и для себя сущие устойчивое наличие через рот. Страница 76 внизу. Как представляющие собой их объективную природу. Объективную природу. Обратите внимание, товарищи материалисты, в суждении о понятии говорится об объективной природе. Но каждое из этих определений, взятые само по себе односторонне и лишено истины. В или-или разделительного суждения положено их единство, как их истина, согласно которой указанное самостоятельное устойчивое наличие, как конкретная всеобщность самоиз, так же и принцип того отрицательного единства, в силу которого они взаимно исключают друг друга. Принцип один, а виды разные. Отсюда и категоричность. Или вы, или такие, или такие, такие. Больше никого нету. Больше не пропускаем никого. Так. И дальше середина страницы 77. Когда род выступает как конкретная существенно определенная всеобщность, то он как простая определенность есть единство моментов понятия. Моментов понятия. А мы знаем, что такое моменты. Это не части и не пуски. А это то, что неотделимо от целого и составляет другими моментами этого целого, само целое. эмманентно. Эмманентно, да. Когда род выступает как конкретная существенно определенная всеобщность, то он как простая определенность есть единство моментов понятия, которые в указанной простоте лишь сняты, но имеют в видах свои реальные различия. Поэтому род постольку есть ближайший род некоторого вида, поскольку последний имеет свое специфическое различение в существенной определенности первого и виды вообще имеют свое различное определение как принцип природе рода. Значит, я вам докладываю, что фонд рабочей академии получил внесен взнос 100 рублей товарищу после того занятия, которое у нас было посвящено в том числе и роту, написано за рот и рот большими буквами. Так что, ну мы вывешиваем все на сайте московского отделения фонда рабочей академии все пожалования, так сказать. Так что, нас материально поддержал народ, потому что мы, потому что он дал 100 рублей за рот. И мы благодарны этой помощи. Дело не в количестве, а в том, что поддерживают материально. Некоторые говорят правила по-другому. Дело не в деньгах, а в их количестве. Но мы считаем наоборот. Поддерживают, если народ в нашей деятельности. Это хорошо. Но народу много, поэтому потихонечку и поддерживают. Если каждые 100 рублей есть. Да, это страшные миллионы пошли. Страшные просто. Ну вот. Так что, я должен сказать, что мы тут продвигаемся вот в этом деле. В этом же втором абзаце на странице 77 говорится. поэтому род постольку есть ближайший род некоторого вида, поскольку последний имеет свое специфическое различение в существенной определенности первого. И виды вообще имеют свое различенное определение как принцип природы рода. То есть природа рода одна, а различение есть. Правильно? Тут есть разные напитки, построенные на спирте. Природа одна. Алкоголь. Алкоголь. Выпьешь много и не соображаешь ничего. Так что, а видов очень много. только что рассмотренный пункт составляет тождество субъекта и предиката со стороны определенности вообще, стороны, положенной кипотетическим суждениям, необходимость которого есть некоторые тождества непосредственных и разных. И поэтому выступает существенным образом как отрицательное единство. Отрицательное единство, потому что разные роды. Это отрицательное единство и отделяет вообще субъект и предикат. Но теперь оно само положено как различенное в субъекте как простая определенность, а в предикате как тотальность. Что такое тотальность? Целостность. То есть род это целое, а каждый вид это какая-то вот это различенное. Будем различать представителей рода. Это правильно же? От того, что я различаю представителей не значит, что нет рода. Ясно, что он есть. Но различение это же отрицание. Упомянутое отделение субъекта и предиката есть различие понятия. но и тотальность видов в предикате равном образе не может быть каким-либо другим различием. Это определение сводится к различию понятия. Либо лишь понятие разделяется и в своем определении открывается отрицательное единство. Оно не разделяется и не распадается, а открывает свое отрицательное единство. Так красиво написано. Вот. И дальше на странице семьдесят восемь. Читаем. Если разделение какого-либо рода на виды не достигло еще этой формы тотальности, вот как выше, то это служит доказательством того, что оно еще не возвысилось до определенности понятия и выросло не из него. Внизу на странице семьдесят восемь. Разделительное суждение имеет прежде всего в своем предикате члены разделения. Но оно и в не меньшей мере и само разделено. Его субъект и предикат суть члены разделения, а не суть момент и понятия, положенные в своей определенности, но вместе с тем и как тождественные. Как тождественные альфа в объективной всеобщности, которая в субъекте выступает как простой род, а в предикате как всеобщая сфера и как тотальность моментов понятия. И бета в отрицательном единстве в развернутой связи необходимости. По какой связи простая определенность субъекта расщепилась в различии видов. И именно в этом расщеплении есть их существенное соотношение и себе тождества. Это единство связка этого суждения, в котором крайние члены в силу их тождества слились воедино. Есть стало быть само понятие и при том как положенное простое суждение необходимости тем самым возвело себя в суждение понятия. И мы дошли до суждения понятия и первый абзац этого суждения понятия мы уже изучили. Потому что первая абзац этого суждения понятия повторяет тот путь по которому мы уже прошли. Вот скажите после этого непонятная книга. Не скажете не сразу понятная но и не только не сразу но и со второго раза не с третьего но понятная книга. Почему понятная потому что понятие. Ну вот собственно говоря мы с вами задачу которую должны были решить разобрать вхуждение необходимости мы решили то есть мы сделали то что необходимо а больше кроме того что необходимо ничего не сделали и не успеем какие есть вопросы замечания протеста требования он разделяет там третья глава это заключение то есть он уже то есть ну понятие еще потом ну заключение то кто делает человек уже используя понятия то есть он еще разделяет их то есть ну не разделяет как бы а расисты еще больше да он их разделяет но разделяет он их на виды они так разделяют как вы разрезали кусок колбасы кусок съели а кусок отложили к владельнику так он не разделяет а он говорит вот видите колбаса много видов видите и все не ваши то есть у вас денег нет то есть на говорит что вот понятие а вот человек который использует это понятие он уже это Это понятие будет использовать как-то по-другому, что-то? Он не может его использовать, он только может вредить, если будет по-другому. Потому что использовать понятие значит извлекать пользу, а то есть пользоваться понятием в соответствии с тем, каково это понятие. А для этого существует образование. И мы вот с вами продолжаем свое образование для того, чтобы использовать те понятия, которые есть. Понятие это выработано человечеством. Сколько лет человечество вырабатывало эти понятия? Сколько существует, столько и вырабатывало. И поэтому Гегель не взялся за какой-то особый язык, а он взял тот человеческий язык, который есть. И отметил, что можно переводить с немецкого на другие развитые языки. Понятно, что если где-то есть неразвитые языки, то их не было письменности или не было. или очень мало состав народности, то, возможно, язык не может это содержать. А во всех развитых языках на все языки можно переводить. Можно переводить на испанский, на английский, на русский, на немецкий. То и делается. То есть мы должны понимать, что когда вот что-то разделяется, оно и существует как разделенное, а в то же время соединенное как человечество. Человечество состоит же из отдельных людей или не из отдельных? Или они из сиамских близнецов состоят? Или вы хотите, чтобы человечество было такое, один большой сиамский близнец? Это клонирование будет. А? Это уже клонирование будет. Нет, клонирование вообще не будет. Клонирование – это такая вещь, которая, поскольку человек развивается в обществе, поэтому даже если вы будете физиологически торжественны, то в силу торжества, которое есть торжество различия, в силу того движения жизни и воспитания, которое будет, никогда не будут люди абсолютно торжественны. Поэтому люди говорят про этих клонов совершенно безграмотные. Ну, как вот близнецы. Ну, близнецы, они действительно, есть одноицовые близнецы, потому что один к одному почти. Ну, они разные люди, конечно. Разные люди, и у них разные, может быть, специальности, и характеры могут быть разные. А что угодно, все зависит уже от дальнейшего развития, потому что становление, скажем… Человек – продукт. А? Человек – продукт образования. Обстоятельства. Обстоятельства воспитания. Да. А некоторые думают, что если вот он родился такой же, вроде как его брат или сестра, то будет то же самое. Не будет. Значит, тема следующего занятия, дорогие товарищи, суждение понятия. У нас вот как раз изучаем мы учение понятия, и вот дошли до суждения понятия. Красота. И тут вот, когда доходили до чего-то более высокого, тут вот бегают, бегают, показывают, что то, что вы раньше проходили, это все не… Вот. Вот. Вот то, что надо. Вот. Вот оно. Наконец. И опять мы с вами… раз мы еще не проходили, как мы обездолены, пока мы это не изучим. Но надо же как-то побудить желающих изучить диалексику, вот так сказать, подняться на этот уровень. Поэтому никто никому не запрещает и членам кружка, и тем, кто смотрит занятия этого кружка. Их много смотрит людей. Посмотрите, сколько посмотрело в прошлое занятие. Две с половиной тысячи, по-моему, да? Это очень много там посмотрело. Вот. Поэтому никто и не запрещает им вот читать и про сиротовическое суждение, и проблематическое суждение, и аподектическое суждение. Вот я как раз вот это читал, и мы с товарищем Пучковым много роликов записали, про диалекцию. А он обычно начинает всякую встречу с того, что говорит, я вас категорически приветствую. А когда я все дошел, я говорю, я вас аподектически приветствую. И так мы тут посмеялись. В общем, он категорически приветствует вас как человек человека, да? Да. А у вас приветствует? Да. Одного рода. Да. Две семьсот посмотрели. А какого рода? Вот, например, Пучковым к нему приставали, что вот вы уже построили свою организацию как капиталистическое предприятие. Но это так и есть. А как иначе? Сейчас никакого другого способа что-то. Надо нанимать работников, надо платить им зарплату, надо отсчитываться перед налоговым и так далее. Пучков. Нахмурился и говорит, да, коммунизм – это мой бизнес. И товарищи откатились, которые хотели его уязвить. Коммунизм – это мой бизнес. А бизнес – это же дело. Вот тут бизнесмены, они делом занимаются, изучают диалектику. Бизнесмены – это кто такой? Деловые люди. Не бездельники какие-нибудь, а деловые люди. Деловые люди. Значит, сейчас изучают новую логику Гегеля. А бездельники в шалмане там где-то, в ресторане. Они охмуряют себя, чтобы, так сказать, последние остатки ума из себя вывели. Так что, как посмотреть? Во всяком случае, те, кто изучает науку логики Гегеля, обездоленными никак не могут себя чувствовать. Наоборот. У людей, так сказать, конечно, изучающих диалектику, все время пребывает. Я даже смотрю по счетчику на краткий курс. В науке логики Гегеля, которую я прочитал, посолье по изучению. На Академии смыслов в Лоббио, ну, там уже 171 тысяча. 171 тысяча. Там было 100, потом 120, 140, 150. Но это уже много очень просмотров. 171 тысяча. И так народ шутит, что, да, краткий курс, 4 часа 40 минут. Ну, все познается в сравнении. Значит, дорогие товарищи, желаю вам успешного изучения дальнейшего на Академии Гегеля. Мы с вами встречаемся ровно через две недели. Здесь же будем провалить очередное занятие по теме суждения, понятия. 9 ноября получается. А? 9 ноября. Да. 9 ноября. Ну, как раз тут все для вас сделано. И президент время освободил для подготовки к занятиям кружка. Поэтому, я не знаю, можно только вот радоваться. Все сделано. И вам не ходите на работу. Все дети читайте на углу ОПГ. Никакого ковида не будет. Если бы все сидели, читали бы и болтались по ночным ресторанам. Так что мы скоро выйдем с инициативой. Надо расширить изучение. Собственно, оно и идет само расширение. Мы вот тут как бы загравку даем, а все остальное это и самотеком двигается. Это все представители одного и того же рода. Из рода диалектик. Он уже этот род диалектик, любители диалектики. А у нас так называется кружок любителей. Это кружок. Он здесь представлено только малая очень толика. Он уже подходит ко второй сотне. И это хорошо. Кто-то отметил, что уже прошло сотое занятие кружка по науке и логике. Прошлое было. Сотое. Если через 100 занятий уже 170 тысяч просмотров. И разве плохо это? Я считаю, нормально, хорошо. Спасибо за внимание и успехов. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова